Приветствую всех друзей, вы на канале Шедрилл Плэйм, я зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Айсвен Дейл, я вернулся в Кул Дахар, чтобы восполнить свои запасы и продать кое-что лишнее. И тут я зашёл к этому чуваку, который мне предлагает сделать что-то из зимних шкур волков. У меня их несколько штук есть, а почему бы и нет, давайте попробуем, может потом этот доспех или накидку. А, накидка тем более, да, накидок у меня в моей команде не так уж и много. Давайте попробуем её создать, немного магии в этом плане частично сохранит природная защита зимнего волка. Для этого потребуется много материалов и время работы, мне нужно хотя бы 5 шкур и 3500 золота. Но это добро у нас есть, звучит здорово, давай сделаем. Отлично. Я немедленно отправлю их к шве, возвращайся завтра или позже и плащ будет готов. Завтра или позже. Ладно. Чем я ещё тебе могу помочь? Я хочу купить заклинание. Что у меня тут есть? Это я у мага стою, он мне предложил сшить вот эти вот накидки. Есть ещё, видите, мантиадской печи. Что она даёт? Пекло. Аганазара, урон 3D6, это обычно заклинание, которое и пылающие руки. Хорошая вещь, если драться с троллями. И плюс ко всему ещё один момент есть, сейчас я его попробую показать. Но только не здесь, а у кузнеца. Застёжка, накидка брока, 4200. Сопротивление колющему, рубящему и метательному. На 5% давайте её купим. Куда эти деньги? Всё равно их никуда не унесу. Вот это я купил себе. И отдам тому, кто... А где у меня пояса? А, это не пояса, это на голову. Ха, это на голову. Я думал, это пояс. Но тут у всех есть что-то. Это что, символ серп? Обнаружить ловушки, дальность, узнать характер, спас бросок. Но это ненужная вещь. Пусть в случае будет защита у тебя от рубящего, колющего и всё на свете. А это можно передать кому угодно. А, это на шею, это не шлем. А это сюда можно, да. Отдать. Это магическое. Не знаю, какое дороже стоит. Давайте один с кровавиком, а это продадим. Купишь, нет? У кого она тут у нас есть? Да, купит за 800. Вот уже компенсировали затраты на пояс. Отлично. Так, что ещё у нас тут я видел? Ремень Гонда. Это ремень уже за 5000. Взлом замков плюс 10, пояс ловушек плюс 5. Но у меня вор превосходен. Это я покупать не буду. Это бездонная сумка. Выглядит, как и обычный полоттяный мешок, размером примерно 2 на 4. Однако внутри бездонной сумки вход пространства без измерений. И в неё нужно положить предметы даже больше и не её самой. Чтобы в ней не лежало. Вот это классно, ведь давайте за 12 тысяч её купим. Всё. Я её купил. Скоробей доброжелательности ещё есть. Друзья, один... Ну, это харизма плюс 5. Харизма плюс 5. 13 раундов на себя. Так, бездонная сумка. Это классная вещь. Это я сюда теперь могу положить всё на свете, что захочется. Кто её купил? Она её купила. Давайте мне её. Я туда буду сбрасывать всякие предметы, чтобы не возвращаться потом обратно. Вот это надо продать. Шкура Йети. С неё тоже можно было сделать доспех, но мы когда-то уже делали. Он нам не понравился особо. Класс защиты плюс 1. Спас брахун. Это хорошая вещь. Давайте ещё шкуры кому-то сдадим. Тебе можно ждать шкуры? А ну покажи. Нет, шкуры нельзя. До 80. Это можно было сдать либо кузнецу, либо ещё кому-то. Ещё кто-то хотел у меня их купить. Ну ладно, давайте к кузнецу сбегаем. Там я нашёл кое-что интересное. Нашёл один интересный меч, который конечно стоит 1050. Но он как-то связан с моим квестом. Ну не квестом даже, а дополнительной вещью, которая давно находится в инвентаре вот этого дамы. Или не этой дамы. А вот, связанный с вот этой книгой. Баллада Дайна Зимняя Вет. В этом пыльном фолианте полным-полно вызвавших и ветхих страниц. На каждом из них записаны ноты и стихи, из которых сложена бардовская песня. На внутренней стороне обложки нацарапано имя Дайна Зимняя Вет. При желании вы можете попытаться исполнить эту песню. То есть мы её исполняем, появляется какой-то призрак, если мы помним, который ищет какой-то меч. И вот этот меч я нашёл в продаже за 40 тысяч. Интересно, что будет, если я его куплю. Сейчас сохранюсь, конечно, перед этим. Что будет, если я его куплю и... И вызову этого духа, который выходит. Просто надо всё попробовать. Игра уже движется к своему логическому завершению, так как мы с вами уже в шестую главу в прошлой части вступили даже. Нашли способ туда попасть. И надо попробовать всё, и деньги, я думаю, с собой на тот свет не унесёшь. Тем более, Айсвиндейла обновлённой версии пока что нет. Айсвиндейла 2 в смысле. Так, здесь я сохранился. Давайте посмотрим этот меч. Он был в продаже, я его видел, когда искал себе мечи. Ну, толкового здесь ничего нет, чтобы тратить на него деньги. А вот это можно попробовать. Меч Долины Мирлока. Вот это, по-моему, там про Мирлока был. 48 тысяч он стоит, у меня сейчас 70. По легенде, этот красивый меч помогали делать феи. Выкован был из введенных глубин Мирлока. Огромное озеро в центре Гуинета в Моншесе. Это оружие неземного вида, считается очень древним. Единственное известное владельство меча был Полуэльф Барт. Дайн Зимнявит. Вот, я когда читал описание, офигел. Говорят, будто после этого, как он, по чисто случайности, нашел меч, в нем пробудилась до сели неслыханный талант и повышение восприимчивости к окружающему миру. Свой оклет он провел в странствиях и создал на этом, за это время, немало мелодий, которые называются самыми поразительными, чарующими во всем фаерунья. Но, в конце концов, как рассказывают, Дайна стали слишком удручать чужие неузгоды и несправедливость, которые он видел повсюду. И он отправился на дно Миллака феям-оружененникам. Знание легенд плюс 20, меч особо ничего не дает. 1D8 плюс 3, рубящий. Ну, давайте его купим, посмотрим, что будет. Я сохранился, если совсем будет бесполезно, тогда загружусь. 48 тысяч. Все, меч есть. Это все деньги, которые у меня были, я отдаю ее Барду. Ну, вернее, этот меч отдаю Барду. Она может даже его взять в руки. Она нас может ей двуручное учить. Я в прошлой серии выучил двуручное оружие. То есть, один метательный, интересно, у нее будет плюс 2. А второй будет плюс 3. Даже не знаю. Как она будет, один метать, а вторым резать или что? Ладно, узнаем. Так, меч я дал, давайте попробуем вызвать призрака. А, его надо вызвать отсюда. Давай. Тысячу раз я его могу вызвать. Вот он появляется. Под звуки песни перед вами появляется призрак мерцающий и прозрачный. Ах, моя старая добрая музыка. Я рад вновь услышать ее в этом мире. Твой исключительный талант помог мне обрести ясность. Я должен поблагодарить тебя за это. А еще я очень рад увидеть свой верный клинок. Меч долины Мирлока. Нифига себе. Вот она. Вот она фраза, которой не было. Он раньше появлялся, грустил и уходил. Я могу научить тебя тонкостями его использования. Думаю, она еще принесет пользу. Прощайте, путешественники. Ух ты. Тут что-то у меня отобрали, потом забрали, вернули, забрали, вернули. Ну и что? Меча уже нет. Это кидалово какое-то. 48 тысяч. А нет, вернул. Вместе с этим вернул. Нормально. Исполнив балладу Дайна Зимний Вет и поговорив с его духом, вы пробудили новые возможности меча. И какие же тут новые возможности? Харизма плюс один увеличилась. Знание легенд плюс тридцать. Харизма увеличилась плюс один. И все, что ли? Ну ладно. Это как будет история. Пусть будет. 48 тысяч, на кое они мне нужны. Так, это... Вот это верни вот так. А это вложи себе в руку. Будешь работать со своим харизматичным мечом. Все. Вот это что я хотел снять на видео. Потому что... Интересный момент. Который, скорее всего, очень легко пропустить. Да не то, что легко. О, Фелиция перегружена. Что ж такое-то, Фелиция? А, стоять. Стоять, я сказал. Нам продать надо все шкуры. Нам не нужны. У нас теперь все боевые машины, кроме... Кроме... Кроме ведьмы. У нас все идут в бой с двуручным оружием. Ну, с оружием в двух руках. Так, тут по двадцать все продают. Очень мало. Тот по восемьдесят предлагал. Но по восемьдесят что-то не хочет покупать вообще. Цена стоит восемьдесят, а купить нельзя было. Ладно, хотя бы так. Еще сто восемьдесят. Так, а что ты так не можешь нести здесь? А, шкуры волк. Семьсот пятьдесят. Шкуры ценятся. Может, не надо было эту накидку делать? Может, лучше продать было? Ну, а здесь ничего особо нет. Печать холода. Шкуры эти. Вот это печать холода. Что она дает? А ну, подожди. Сопротивляемость огню плюс пятьдесят. Один Д-восемь. Плюс три. Может, этот меч дать... Тому, кто ему умеет пользоваться? Ей. И убрать этот метающийся молот? А чего? Вполне возможно. Давайте так попробуем. Два меча. Будет рубить двумя мечами. Если что, перейдем на арбалет. Посмотрим, какую пользу это нам принесет. Ну что, нам надо завтра зайти было, да, в этот... Давайте, наверное, может, я уже назад не вернусь. Входим мы в шестую главу. Давайте выспимся. Подождем, сколько там до завтра. Сегодня какой день? Ну, сто сорок девятый день, а нам до сто пятидесятого надо дожить. Раз поспим. И пойду заберу накидку, за которую я заплатил. Посмотрим, что там за накидка из... Шкур волков получилось. Как раз у меня накидок особо ни у кого нет. У двух человек, по-моему, только есть. Я на это. Так, спать... Ну, спим мы, конечно, как дворяне. Восемь часов прошло... Сто пятьдесятый день, семь часов утра. Сбегаю я сам. Потому что я самый быстрый. Я на это. Конечно, он может сказать, через сутки. Я попробую сейчас так. Не хочется спать лишний день. Итак, уже мы с вами сто пятьдесят дней в пути. Полгода уже бродим. Бай Свиндейли. Ну, я вам скажу, конечно, игра двухтысячного года, но... Масштаб хорош у игры. Интересная игра в ней. Не то, что там какая-то устаревшая технология или еще что-то. Но она обновлена, конечно, но... Но все же. Нет, еще рано. Рано, еще рано, рано, рано. Ну, тогда еще давайте поспим. Я на это. А я думал, сутки... Сутки... Я на это. Обновятся и можно заходить. Ладно, тогда мы поспим еще два раза. Это будет... Еще плюс шестнадцать часов. Сто пятьдесят первый день. Или надо было просто куда-то съездить и вернуться. Это три дня как минимум уходит. Ну, ладно, надо привалы делать-то иногда хоть. А то без привалов-то команда совсем загонится. Давай еще. Реально. Я на это. И еще. Все, сто пятьдесят... Нет, еще давай. Слушай, ночью пойду к нему. Сто пятьдесят первый день. Семь часов утра. Ну, уже больше суток уже проспал. Давай. Хотя он сказал, может и больше. Но я сейчас попробую. Если сейчас ничего не будет, то тогда до свидания. Тогда вернусь, когда уже... А может я уже не вернусь. Кто его знает. У меня-то сумка бездонная теперь есть. Я могу туда складывать все на свете. Надо было ее раньше, кстати, купить. Я забыл, что она существует. Так бы набросал туда шкур Йети. И забыл про них. Они... Сумка вес поглощает. И поэтому можно туда... Самую тяжелую вещь бросать. Ну что, ты мне отдашь накидку сегодня, нет? Сколько я за тобой ходить буду? Я не могу. С возвращением твоя одежда готова, наконец-то. Я за работой совсем позабыл, что терпеть не могу мех. Так что, надеюсь, вам она понравится. Ибо другой такой я сделать не стану. Мы получили накидку. Прощай. Так, что она дает? Класс защиты плюс один. Плюс один против дробящего оружия. Сопротивление холоду плюс десять. Иммунитет, дыхание. О, классная вещь. Как вы думаете, на кого я ее надену? Конечно же, на себя. Хорошая вещь. Тем более, он сказал, что больше делать таких накидок не станет. Ну и хрен с тобой. Так, нам сюда. Погнали назад в зуб змея. Надеюсь, нас переместят именно перед ходом в шестую главу. Хотя у меня там одно дело еще есть. Помните того великана, которого мы оставили в живых в прошлой серии? Мне хотелось бы его убить. Все-таки он рабов отдавал на съедение дракону. А я его оставил в живых. Мне что-то как-то не по себе от этого. Мне хочется с ним разобраться. Так, зуб змея где-то здесь. Вот ты где. Да, меня вернули сюда же. Где мы с вами были. Пошли-то вот, скотину убьем. Как быстрее поступить? К леднику. Зуб змея. Вот здесь шестая глава. Это мы в подвал музея вернемся. А это к леднику зуб змея. Давайте сюда. Провернем еще одно убийство. И плюс с него что-то может... Стой, 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 спокойно. И плюс с него что-то еще может выпасть. Потом мне надо дойти аж сюда. Как раз под покровом ночи. Он думал, что мы уже ушли. Вот эти все рабы мертвы. Это дело... И его рук тоже. Того босса мы в музее убили в прошлой серии. А теперь надо разобраться с тем, кто скармливал... Рабов. Дракону. Правда, на меня сейчас сагрится все войско его. Это огромные великаны. Я думаю, наша братва справится. Нам только его убить и выйти к выходу. Можем даже просто грохнуть его. А остальных не убивать, что ли. Так, у нас уже уставшие люди. Ну, понятно, три дня пути. Так, здесь это сволочь. Тут я же все обыскал. Вот эти вот товарищи на меня нападут. Телохранитель. Джурила, видите? И зимний волк. Ну, давайте, ребята, так станем. Иди сюда. Сейчас будем с вами защищаться. Ну что, блюдо. Да, значок у меня. Теперь я заберу твою жизнь. Умри, скадина. Поехали. Скорость. Я ждал твоих инструкций. Давайте, Крис. Я хочу тебя. Давай, давай, руби, руби, руби. Руби. Ого, да, руби. Ребята, этого. Волк, волк, волк. Отлично. А сколько мне опыта за него дали? А, на минуту. Ну, мне же не нужен, по идее, да? По сюжету. 9 тысяч опыта. Ну, неплохо еще за этих дали. Но тут еще два стоят. С ними нам придется сражаться. Так, ладно. Смотрим, что у нас под ногами валяется. Я слушаю. Отлично, камушки. Кстати, камушки продал перед началом серии, все свои. Поэтому у меня места теперь полно. Так, шкуру. Зимнюю, да, и шкуру сюда буду сбрасывать. Ух ты, это нельзя шкуры хранить, только оружие. Понятно? А я думал, и шкуру сюда положу. Так, кольчугу изготавливают из плетеных. Класс защиты плюс 3. Кольчуга плюс 2. Примите их. А что ж сюда? А, сюда можно ложить. Е-мое, я не туда положил. Верни шкуру. А еще я тетя одна осталась. Что-то как-то неаккуратно продавался. Да, это можно сюда. Так, что это такое? Двуручный топор. Цепь огненный плюс 3. 50% урона огнем. И топор джорила плюс 3. Мощное оружие. 1,12. Ничего, 1,12 плюс 3. Ловкость правда упадет, телосложение вырастет. Раньше, так, топор... Раньше этим владел джорил Ледобрат, правитель морозных великанов. Оружие обладает некоторыми полезными и волшебными свойствами. Оно двуручное, да, по-моему? Да. Не, могу его, конечно, взять, но не стоит. А это что? Двуручный топор. Ладно. Все на базу. Посмотрим, сколько сумка это вместит. Выстроились, нам еще надо пробиться к выходу теперь. По атаку. Руби, руби, руби этого. Всех я убивать не буду. Потому что это очень долго зачищает всю территорию. Да и незачем. Мне только босс нужен был. Вот кто заставлял. Рабам. Становиться завтраком. Все, уходим отсюда. Давай, быстро, пока ускорение есть. Сейчас быстро добежим. А, все, ускорения уже нет. Ну, зато мы с вами убили всех здесь странных боссов, которые порабощали местное население и добыли каких-то два значка. Не знаю, зачем они нужны. Я их на всякий случай взял с собой. Все ключи выложил в сундук. А значки я еще не понял, зачем они нужны. Ну, великаны крутые. Смотрите, что они сделали с моими бойцами. Джорилл был хорош. Топор хорош, конечно, 1 до 12. Не бы топор, наверное, выучить. Было бы здорово. Так, вот здесь шестая глава, друзья, начинается. Сейчас я тут высплюсь. 16 часов. И заходим в шестую главу. Глава 6. Оставив позади ужасы пещер морозных, великанов отряд пробрался в самые глубины туннелей дворфов. Вдалеке открывается проход, сияющий красным. Значит, наши путешественники не одни во мраке нижних пещер Дорна. И что ж там за проход? Интересно. Ух ты. А, ну да, мы его видели в прошлый раз. Стой, дальше я тебя не пущу. Кто сказал? Я Глаз Дурдель, она ты. Я говорю от имени моего владыки, преподобного брата Паквелина. А, это брат, который пропал с храма в Кулдахаре. Эти земли священны для церкви Ильматера. Я паладин Торма, и я обязан подчиняться его приказам. Извини, приятель, но ты просто большой пустой доспех. Но думаю, что Торм берет в паладин и пустой доспех. Подожди, это слишком грубо. Паквелин. Мне говорят о нем в Кулдахарском храме. Что он тут делает? Не мне оспаривать действия мотивы почтенного служителя святой церкви страдания. В смерти я исполняю волю преподобного брата Паквелина и брата Харгена. Так же, как исполнял в жизни волю других святых братьев Троиц. В этом моя вечная петьмия. О чем ты? Когда-то я был таким же, как ты. Верный паладин Торма я неусыпно преследовал по всем королевствам предателей, клятопреступников и неверных. Услышав, что эльфы руки Селдорин и Дворфа Пещердора стали враждовать, я прибыл сюда, чтобы разобраться. Я пытался докопаться до корней проблемы и отыскать предателей. Отравивший союз двух раз недоверием и враждебностью, я принес клятву Торму, что не допущу войны между эльфами и дворфами. Эта ошибка принесла мне погибель. В годы не своей я верил, что смогу остановить поток подозрений и ненависти, разделившие две расы. Но я ошибался, они не прислушались к моим словам. В отчаянии, видя, что моя клятва будет нарушена, я бросился между атакующими дворфами и эльфийскими лучниками. Сколько стрел пронзило мое тело, столько ног дворфов сокрушило мне кости. Я не почувствовал их, но моя душа, моя душа чувствовала время долга, и я не мог предстать перед высшим судом. Тяжесть вины придавила меня к земле, и вот я остался здесь, среди мертвых. Теперь вечно созерцаю свою вину. Она пожирает меня, обрекая на вечное святое бдение. Никогда она не будет искуплена. Но я обязан исполнять свой долг. Мне предписано вечно служить церквям Триады, Тиро Торма и Альматера. Вот в чем мой долг. И здесь я буду ждать, пока само время не разобьет маяков и охребет мир. Неужели тебе никак нельзя помочь? Нет, уже нет. Мои доспехи сделаны из рабских оков, и мой голос от языков этих рабов. Они говорят то, что не могу сказать я. Добрая церковь не стала бы вырезать языки и порабождать народы. Это не освобождает тебя от обязательств перед нею. Пока у меня нет доказательств, что они не служат Альматеру, я должен быть в заговорочной исполнять их приказы. Сейчас брат Харкин видит тебя моими глазами. Он повелевает мне напасть на тебя, и я должен подчиниться ему. Это мой долг. Но это твоя ошибка. Ребят, поехали. Ого. Ого. Там еще и огонь какой-то справа. Так, а что эти ребята делают? У тебя же есть отличное оружие. Вперед. Руби. У тебя же там классное оружие. Ух ты. Это что, че, че за нахуй? Скала кто? Саламандра. Готов. С этой мы разобрались очень быстро. Я нахуй. Мы не можем уйти в любви. А, он восстанет, наверное, да? Супортеры? Делали. Ты очень хорошо. Поговорить с ними я не могу. Не слушай. Делали. Игру сохранил и хватит. Пошли смотреть, че тут у них за ад. Строили тут. Тепло. Хоть ускорение было, наверное, дать, не знаю. Так, ну огонь на них, наверное, не действует. Мне что-то так подсказывает интуиция. Да, огонь на огне, это явно не их. Страх. Так, ребята, давайте, что-то делайте, над чем мы подохнем. А у меня все на огне основано. Тут лед нужен. Замораживание. Кто тебя бьет? А че ты там делаешь? А, я ж ей дал мечи. Ха-ха. Беги. Так, у нас тут вообще проблемы. Так, у нас смерть. Две смерти. А че это за нахрен? Тусклый часовой. Вы что там, охренели, что ли, с такими воинами? Давай сюда ускорение. Я думал, мы выиграем сейчас. Ни хрена. Они их не берут, ничего. Мое супероружие бесполезно для них. Бери свой нахрен арбалет, толку от тебя в бою ближнем. Поехали. Там часовой какой-то, который вынес моих сразу двух людей. Как я могу помочь? Еще и этих пытается вынести. Давай меня лечи. Вперед. Вот, ты скричешь с тобой. О, непостижимо. Есть у нас что-то морозное, какое-то дыхание или что-нибудь? Доспех есть. Но огонь здесь бесполезен. Это что? Магический снаряд. Давай сюда его. Так, надо что-то придумывать. А, это себе ты его сделал. Не надо его себе делать. Конус холода, да? О, это хорошая вещь. Я готова к обзирбе. О, блин. Без ранения. Ну, давай, конус холода. Не знаю, как он пройдет у нас. Давай сюда его. Ну, неплохо, конечно. Но тебя кто-то стрельнул. Сука, она ж не воскрешается. Да что ж это за марак это такой? Ну, понятно, это уже последняя глава, я чувствую. У нее нет воскрешения. Это заклинание для нас недоступно. Что печально весьма. Можно воскресить всех, кроме почему-то ведьмы. Не знаю, чем это обусловлено. Ну, такое есть. Защиту от огня надо бы ставить. Давай, лечи. Давай, лечи. Давай, мастер лечения. Особо ничем не помогло. Что ты впереди? А, забываю. Все, он труп. Как тут противостоять? Вы что, совсем с ума сошли, что ли? Упругая сфера телюка. Я балдею просто. Тут нечем, нечем даже крыть. Сейчас сдохнет. Офигеть. Мы его деле убили. Всей толпой. С всеми заклинаниями. Уже лечил, лечил. Бутылки пил. Что это за люди-то такие? У меня дало защиту от огня. Офигеть. И всего три топорика выпало. Мы тут перебили кучу народов. С третьей попытки вошли. Это только этот мост закрыт. Реально ад. Так, давайте спать. А, там кто-то нас бьет. Так, уходим. Там еще саламандра я вижу. Друзья, уходим. Уходим. Ладно. Так. Этот тут лежит. И сколько он тут будет лежать? Опять идут? Как я так сохранился вовремя, он не знает? А это кто? Ты кто? У этого глубинного дворфа вырезан язык. Он с тоской смотрит на вас и возвращается к работе. Мы еще кого-то убили. Короче, если мы сейчас не выспимся, нам конец. Нет, идите взад. Я не буду с вами постоянно драться. Выспался. У вас крес. Что, опять с тобой драться? Пока я не обрету покой, тебе его тоже не видать. Опять? Смотрите, насколько сильный тип. Он просто меня выносит. Убили. Нет, так хорошо, но спать мне нельзя, я так понял, здесь, да? Угу. Ну и убить нельзя. Ладно, если что сохранен, отстаньте от него. Давайте продвигаться дальше. Спать нельзя. Ситуация у нас с вами становится критической. А этот тип очень крутой. Вынес мне всю линию. Это при том, что у меня минус 6 защиты. Раз нельзя спать, давай лечиться. Ну, вылечился. А, их тут много, смотрите. Я думал, он один. А тут у них у всех вырезаны языки. И куда ж вы все ходите, интересно? Ладно, пошли. А надо двигаться побыстрее. И уничтожать этих тварей. Кто бы они ни были. Это шахта рабов, да? Тоже рабы своеобразные. В тачке насыпана руда, обломки камней. Ее колеса давно проржавели. Насмотрщиков больше нет, спрашиваю. А, нет, есть. Бейте его! Опять меня выносят. Минус 6 защиты. О, это больно, как фоссия. Поспишь, опять нападет этот. Это все потому, что у меня нет защиты от огня. Смотрите, что со мной делается. Ладно, будем шаг за шагом проходить вглубь. Смотрим. Он еще один. Еще одного убили. Следующий я уже, по-моему. На очереди. Лечиться нечем. Есть, конечно, у него еще одно общее заклинание на лечение, но оно настолько... Настолько примитивное. Так, как мне вам помочь? Товарищи без языки. Тут ничего, вверху выход. В ледяной тоннель. Лучше бы я в ледяном тоннеле ходил, чем в огненном. Тут главное сейчас не нарваться на большую толпу. Иначе она меня вынесет. Вот он, или какой-то. Куда этот ход? В шахты Нижнего Дорна. А это что было, интересно? Ладно, не будем пока спешить. То есть, мы видим, что кто-то кого-то еще бьет. Так, а что ты у нас встала? А, все, дротики закончились. Быстро, что 80 штук выбрасываешь. Давайте по карту все осмотрим. Так, это что над нами шипит, булькает расплавленный металл в гигантских чанах, на стенках чанов, ржавая, похожая долгое время. Ржавчина, похоже, долгое время не использовалась. Ладно, нам сюда надо войти, я так понял. Здесь мы обошли все, что могли, хотя тут еще вопрос есть. Ну ладно. Сейчас нас тут убьют, понятное дело. Нет, тут они что-то, домики какие-то. Наверное, здесь раньше жили эти. Сет, документы, пожалуйста. У нас нет тех бумаг, которые ты ищешь. Надо же, как тебе не повезло. Если ты меня извинишь. Полурослик по имени Сет, строящий при входе во дворец Дурдель Анаты, потребовал от меня какие-то бумаги. Узнав, что бумаг у меня нет, он натравил на меня банду головорезов, сидевших в засаде. Так, может, отойдем? Так, я его не вижу. Тут закрыто. Тут, кстати, двор какой-то. О, домики. Не-не-не-не-не. А, вот кто. Все, смерть. Смотри, как быстро. Ладно. Не пойдем пока туда. Нужна какая-то бумага. Бумаг у меня нет. О, тут огромный... Чувак. Я сейчас умру. Ты там жив еще? Лечить нечем. Так, отходи. Мы тут не выиграем с тобой. Заклинание. Заклинание бесполезно. Я практически всегда учил их драться огнем. Отлично. Еще одну партию разбили. По две тысячи опыта на каждую. Давайте еще кого-нибудь. Уровень повысили. А кому уровень повысили? А, вот. Желтое на желтом практически не видно. Так, боевой навык. Боевой молот. Маргерштейн. Дубина тебе не нужна. Булава. О, булава. Возможно, да. Ты с булавой ходишь сейчас. Хотя ты с двумя видами оружия больше, наверное, будешь работать. У тебя булаваш в руках? Да, по-моему, булава. Давайте булаву дадим. У тебя же булава, я надеюсь. Да, у тебя булава в руках. Дробящий. Цеп. Но это цеп. Это не булава. Ну, ладно. Лучше два вида оружия тогда. Тогда лучше два вида оружия. Сейчас задобью их еще раз. Я просто немножко не то выучил. Лучше два. Потому что цепь это, по-моему... Да, цепь это отдельная. А булавы у тебя нет. У тебя молот, по-моему, да. Булава, дубина. Хотя молот это есть, наверное, булава. Ладно, давай лучше два. Больше эффекта будет. Так, готово. Давай, пока мы на ускорение еще вот это вынесли. Вынесли. Стой, стой, стой. Что это за проход? Спуск в глубокую яму. На кой? А, они тут на вышках сидели, видите? Там какой-то вор сидит. Давайте попробуем поспать. Понятное дело. Не дали. Ни хрена себе звук. Есть. Ну, сейчас прибежит к нам. Воскресший ублюдок сзади. Лучше перестроиться. Он же здесь бежит уже, наверное, сейчас. Или, может, он нас не найдет? Ладно, пошли через мост посмотрим. Что они тут защищают? Собака. Да, ведьму лучше вообще сюда не брать. Да, собственно, вот эта братва и пойдет. Там нас вырезают, как детей. Давайте вы вперед, только вы четвером. Поехали. Что у тебя за оружие? Мать-то. Борис. Господь, поднимай мне стойку. Мы должны увидеть тебя. Акция! Вынесли. У них у всех ровно по 45 монет. И обычный клепаный доспех. Неплохо их вырезал. Сзади. Сильно там вора моего изрезал. Кто это? Ого. Руби, 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 руби. Они не поддаются. И последний. Руби, 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 руби. Фух. По 6 тысяч дают. Ну, это понятно, что это за место. Это такой кружок был. А где швор был? Дом ювелира. Тут вход в какую-то яму. Тут в нижнюю пещеру Дорна. А это ледяной туннель. Ну, давайте зайдем в дом ювелира. Не знаю, что наступает. Может, выспаться удастся. Норд. Полагаю, ты с топазами для огранки. Хорошо, положи их тут и уходи. Не мешай мне работать. А я прости, не понимаю, о чем речь. Я думал, что даже дуболомы Маркета не настолько обалдели от скуки, чтобы соваться сюда и донимать меня. Я Норд, ювелир. Норл, вернее. Маркет держит меня здесь, чтобы я... гранил камни для его хозяина и делал украшения для его наложниц. Что у тебя сна? Кто такой Маркет? Маркет – это человек, живущий в старом дворце Дорна. Он провозгласил себя лордом Камер Гером. Живет там со своей наложницей Джейна Фей. И двумя телохранителями банда его помолодчика по главе с полуросликом Сетом охраняет вход во дворец. Маркет любит изображать из себя нечто значительное и важное. А на самом деле он простой головорез. На кого работает Маркет? Что он здесь делает? Маркет служит жрецу. Человеческого бога Эльматера. И ничего не знаю об этой религии, но похоже, она строится на жестких наказаниях и рабстве. Он постоянно говорит, что мы должны страдать за Эльматера и быть рабами его воли и воли церкви. Как зовут этого жреца? Как он выглядит? Поквелин. Или Поквелин? Ну ладно, Поквелин будем назвать. Преподобный брат Поквелин, похожий на безумца, ходит в белой рясе с красными пятнами по низу, как будто он ступает по крови. И на рукавах тоже пятна. Его запястье всегда в бинтах, он носит красную шапочку, и глаза у него как лед. Где найти мне его? Не знаю и думаю, что не хочу знать. Всякий раз, как сюда заходит Маркет, у меня просыпается желание броситься на него и ударить. То же самое я почувствовал, когда сюда зашел Поквелин. Но он в ту же секунду обхватил мое лицо и поглядел прямо в глаза, как будто услышал мои мысли. Интересно, прощай. Мы встретили друг друга, который Маркет, который принадлежит в результате украшения для своей ювелирной лавки. Я думаю, что мы взяли как много из этого дня, как мы можем. Вход. Чуть-чуть по этому мосту. Ладно, но мне туда пока не надо. Мне бумаги найти, чтобы не драться с этим светом долбаным. А, а мы туда не попадем. Вот здесь вход. Да, дворец здесь. Ну там яма еще какая-то есть. Пошли в яму, спустимся. Все равно нам драться опять с этим стражником на входе. А, вот какой-то еще вход. Это что за вход? Подождите. А что это за вход реально? Почему не обозначен? Квартал ремесленников. Ага. Ладно. Давайте туда зайдем еще. Он не обозначен, можно пропустить. Может там выспимся. Опять ты. Он мне уже надоел. Я здесь. Давай скорей. Почему мы будем долго бить? Все, все, все. Успокойся. Твою мать. Твою мать. Что это? Сюда. У нас там один кто-то под контролем. Ну, конечно же, это я. Не только я. Ох, пошли на этих. Все, у нас труп. Причем труп разорванный. Его даже нельзя отнести на воскрешение. Давайте тогда здесь спать. Ты там больше живет. Где ты тут поспишь? Тяжело даже шаг сделать в этом месте. Что значит, что выспались. Может, пошли в яму тогда посмотрим. У нас тут так все сложно. Давайте в яму спустимся. Тарнельм. Уходи, неужели маркетовым громилам больше никому пристать? Дай отдохнуть старому Тарнельму. Эй, ты о чем? Не собирайся к тебе приставать? Все вы пришельцы только и умеете, что до смерти гонять нас в рудниках. Дочернить имя Калардурана. Вы сюда приходите только за тем, чтобы пинать нас и мучить. Может, я себе сам зубы выбью, чтобы тебе не пришлось утруждаться? Прекрасная мысль. Давай, это будет забавно. Ладно, ладно. Да нет, я серьезно не буду к тебе приставать. Зачем мне это? Что это за место? Это темница гений. Сюда этот сумасшедший ублюдочный садист маркет бросает сверфнеблинов, когда мы слишком слабы, чтобы работать в шахтах или на очистке. Я раньше работал в великой кузне, пока дева Эльмадия со своими огненными великанами не явилась ее крушить. Так, этот маркет, похоже, умеет решать проблемы, хороший стиль работы. Что еще за дева? Безумная девка, которая служит нашему таинственному злому властелину. Я мало что про нее знаю, кроме того, что она эльфийская дева и что она отвечает за разрушение великой кузни. Кажется, наш темный властелин собирается строить из-за обломков кузни огромный металлический корабль. Похоже, обстановка тут не ахти. Может быть, как-то я помогу? Раз уж ты у нас такая добрая душа, может быть, ты принесешь нам немного еды? А то давимся одной каменной пылью. Я от нее еле дышу, и может быть, ты заодно перебьешь Саламанда наверху у подъемника. Где мне достать еду? А ты отличаешься умом сообразительностью, да? Ну, не у Саламанд же. Поищи в небольшом дворе, в дворце за Дурделянато, и там живет маркет. Там должна быть какая-то еда. А если ты еще и храбростью отличаешься, можешь пошарить в квартале ремесленников. У Малавона Мо. Что такое Малавона Мо? Подожди. Баршливый гном по имени Торнель, которого мы нашли в темнище, попросил нас достать еды для него и его умирающих собратьев. По-видимому, чтобы он начал нам доверять, мы должны сначала помочь ему. Что такое? Что там с Малавоном? Что такое? Должно быть ты здесь недавно, если уж не знаешь про Малавона. Этот психованный дроун отравил целую армию бурых увольни на наш народ. Ну вот, за нами охотятся. Есть нам нечего. Такие вот проблемы. Если хочешь выделиться из всей здешней мрази, достань нам еды. Да, если бы на меня работали такие лентяне... Подожди, ну это грубовато. Я сделаю, что смогу. Торнель. Ну нормально, всё. Надо идти в квартал ремесленников. Ну хотя бы квест взял. Ты думаешь, зачем он мне нужен? Торнель. Что это за место? Ничего, до свидания. А тут только вы? Больше никого здесь нет? Теперь хоть понятно, зачем нам туда идти. А тут что у вас вообще? Трупы какие-то. Этим ещё языки не вырезали. Но с одной стороны это неплохо. А это что за нахрен? А вам надо жука было убить? Кто это? Панцирь жука-носорога. Это точно можно... Сделать эту... Броню с ней. Но у нас уже здесь проблемы. Нам сюда вообще-то не надо было. Ну ладно. Ещё один. Не знаю, что дальше. Но мы с ними справились. Так, не бейте друг друга, мать вашу. Кошмар. Смотрите меня, Драк. Да, да. Ты хочешь вкусить? Кошмар. Дайте сохраниться хоть. Кошмар. Кошмар. Ну какие-то жуки, я не знаю, зачем их зачищать. Но ребята тут как-то ещё и работают. Как вы тут работаете? Непонятно. А с тобой-то что? Я здесь. Перегрузка? Перегрузка? А тебя что, уровень высосали? Не понял. А, ты панцирь взяла. Нифига себе весит панцирь. И у меня уже перегрузка. Хорошо, что есть куда его сложить. Вовремя я сумку купил. Я думаю, можно будет сделать очень неплохие вещи. С этих панцирей. Всё-всё нормально. Всё раненые. Что мы тут делаем, не знаю. От жуков зачем-то помогаем избавиться этим ребятам. А куда это ведёт дорога? Горец перегружен. Я думал, здесь проход куда-то есть. Ещё здесь вообще нет. Может во дворе я думал попасть как-то по-другому. Ладно, нам в квартал ремесленников надо валить. За бумагами. Я думаю, бумаги там. И тут нельзя пройти. Просто жуки. Просто размялись. Понятно? А тут не пройдёт. Тут типа гора. Её не видно, конечно. Но она есть. Тарнель Хельм. Я тебе тут помог только что. Ему всё равно. Ладно, давай попробуем здесь выспаться. Её на свой уровень повысим. Заклинание второго урона. Кадрель. А у тебя что, уже есть книга? Ох, у Кадреля у нас уже магом стал. И давно ли? Так, ладно. Чем такое предложить? Доспех, да? Можно набросить. Доспех веры. Благословение. Заклинание умри. Это защита от слады. Ну давай вот это. И второй уровень добавим. Сопротивление огню и холода. Пусть вот это будет. Больше тут ни у кому ничего не добавили. Кого там повышали уровень недавно? А чё ты тёмная? А, у тебя ж нет заклинаний. Ладно. Давайте спать. На жуках размялись. Тут можно выспаться зато. Гнобы постерегут. Ну пошли в квартал. Попробуем пробиться. Дом ювелира. Странный. Ну ювелир ждёт пока я уничтожу этот замок. Но мы сначала в квартал зайдём. Малавон там какой-то или ещё кто-то. Так, тут нам надо ускорениться срочно. Потому что этого убить. И сразу разбить тех. Но тогда лучше, наверное, что-то набросить. Давай. Ну давай, ко мне, ко мне, ко мне, давай. Я знаю, что ты вездесущий у нас здесь. Готов. Всё, всё, всё. Успокойтесь. Ну так, как нормально. Могло быть и хуже. Всё, всё, всё. Стопил сквозь зал. Боя нет, давай. Шибани по вот этим вот. Достал. Огонь они не любят. Ну и вторую сюда. У нас тут небольшая дезориентация. Сейчас они друг друга убьют У тебя что-то было А, ты тоже в параличи Ну тогда все, мы обречены Куда пошло? Дерьмо Я слушаю Это у меня Слепые монотавры пришли Ну с ними мы разобрались Спать здесь, я так понял, нельзя, да? Ух Ворвались Слишком много на квадратный метр было народу Ну и так По хваталам походим Иду надо искать Нормально, кажется здоров Ну все Все, что у меня было за клинание, я использовал Давайте смотреть За каждым поворотом По слепому монотавру Ловуха А, это попало Все, это и конец Разгружаться надо Так Это что-то попало У него опять дротики закончились Вот тут ячейки для дротиков явно не хватает Второй Ну правда, можно убрать посох Но тут заклинания у меня к нему привязаны Она пошла зачем-то в бой Ладно, не нойте Сейчас я вам дам В очередном ускорении На это ускорение не подействовано, ладно Ну и кто С кем надо драться Давай, давай, давай Кажется, помогай Ты куда пошел? Горис Майджи твою Что с тобой? Пилиция А, ты тоже у нас порабощена, да? Куда пошел, мать твою? Опять пошел, сука Приглашать этих Снизу Да чтоб вас нахрен Стойте на месте Парализованные вы наши Всю толпу привели сюда Ты пивый, блин Поубьете хоть кого-то, нет С этой толпы Все, все выжили С ума сойти Сюда все встали Пауки зачем-то здесь Толку от них никакого Сохранились Отлично Так, с этого надо броньку заделать будет Годится Так, у нас все ранены, поэтому А, здесь не спустишься Подождите, как же мы здесь дрались Нет, спустишься Ну и что ты первая стоишь Вот скажи мне О, тут бочки даже есть Тут и ловушки, по-моему, есть Да, мы зашли куда-то Здесь еще один был квартал Там тоже народа куча Купол малого, но вот здесь сидит этот босяра Долбанный Давай посмотрим, что в бочках А в бочках добра В углу Слово силы Замри И меч Мордек Кайдена Ох, не ходи туда, друг Ух ты Четвертого уровня Это Заклинание четвертого уровня Звери Давайте здесь попробуем вздремнуть Тот до нас не доберется Все равно нам с ним встречаться придется Потому что он здесь лежит А нам надо еще этот район зачистить И к маловону зайти Скорее всего еда у него Так, вот это вот Четвертого уровня Кто нас тут призывает Давай ты Это что Сила молчи Классная вещь Ты Это же все пятого Седьмого уровня Да, она не доберется никогда Вот это Малое обращение Заклинаний Это тебе Слово силы Замри Тоже седьмого уровня Охренеть Давай сюда Подожди Малое Обращение Заклинаний Это какого уровня Пятого Это еще реально А это седьмого Это нереально Это сюда Все Годица Одно выучили А ты должна Все выучить У тебя интеллект Высокий Создает Искающий Клинок силы Который заклинает Контримент Метально Бьет Так как Если бы им Пользовался Войну Ух ты Можно меч Едать в руки Отлично Все записало Великолепно На седьмого уровня У нее по-моему Еще Очень долго До него Тут шестого Еще нет Может уже Никогда не будет А может Седьмого Учим Какой-то Пятого Тоже никогда Наверное Не будет Да нет Пятый Скоро будет Следующий уровень Наверное Даст нам Малое Обращение Заклинаний Это заклинание Седьмого уровня Которое Отбрасывает Направление Заклинания Заклинания Это понятно Там можно Отбросить Те же заклинания Назад Которые На которые Которые Нас бросили Вот так 16 часов Проспали Нормально Ну что Заходим К маловодам Воскрес Это каждый раз Он воскресает Этот ублюдок Под колокол Так Так Это моё Хорошую сумочку Купил Что бы я без Ничего сделал Ну что Готовы Хотя бы Посмотрим Да Увольнем Начинается Один всё равно Превратился Да не бей ты его Два превратились Но два уже Вылечились Ничего Вошлись Это уже хорошо Посмотрим на масштаб Этого замка Тут всё нормально Тут всё нормально У тебя что Хватит тебя Так Что тут у нас Слепой 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 Это служители А вот этих Надо убивать Ох Сразу двоих Что ж у нас Такая защита Вообще нет Троих Сразу Да Ну это можешь Бить Он хоть со щитом Не ходи Не ходи туда Не ходи туда Мать твою Куда ты пошла Сохраняться надо После каждого Боя Фух Так давай Вот это ещё Подлечимся Ну тут Это можно Подлечить Отлично Выстроились Я не знаю Какое тут можно найти Тут справа Какой-то зал Тут слева Надо брать ускорение И вычищать их Места мало Давай Все равно спать Придется на улицу выходить Вперед Я не могу Никого А вы тут Говорить Будете со мной У этого Глубокого гнома Выколоты глаза Глубинного Заслышав ваши шаги Он вздрагивает И бежит прочь Видимо Он слишком напуган Чтобы разговаривать Мёртвое тело Плавающее В жидкости Неприятного вида На маленькие Постучнейшие таблички По сосудам Написано Микуалин Гре Прожил 2 минут Отсутствие сердца Понятно Прожил 1 день 10 минут Недостаточный Объём лёгких Опыты над ними делали Ставили Вот эти вот Товарищи Это что Это странные грибы Намного крупнее обычных Их покрывает Масляная жидкость Так нам сюда Только выходить Походу Эти странные грибы Намного крупнее обычных Так ладно Всё нам сюда Ого Собака Не успел сохраниться Ещё один шаг И эти рабы погибнут Видишь Големов рядом со мной Они без всякого труда Перебьют Этих жалких созданий Подожди Я никуда не ухожу Только рабов не трогай Ладно Бросай оружие Бросай Все пузырьки И палочки Тоже Мы же не хотим Чтобы милые Маленькие Жалкие сферы Не блины Пострадали Верно Да ты псих Меня начинает Утомлять Твоя болтовня О психах Полагают А мне Решать Кто здесь В здравом уме Да вырезать глаза Дюжинам гномам Это признак Здравого ум А несомненно Проклятие Да они глазели на меня Они все смотрели И смотрели Совсем как ты И сестры Тоже вечно смотрели Только у Джины Остались глаза Чтобы она видела Как Маркет На нее пялятся Я думаю Ты блефуешь Ладно Твои слова Меня убедили Ты убьешь их Ублюдочный псих А мне что делать Ладно Бросай оружие Бросай все пузырьки Тоже Хорошо Я сделаю Как должен Был ты доволен Еще нет Но спасибо Что интересуешь А теперь Если не возражаешь Умри Ха Смотрите Я снял Все С себя А теперь могу Свободно надеть Ты думал Что я Простой парень Да Пожалуйста Снял Надел Гномы живы Все довольны Такая вот Это долгая процедура Конечно Сейчас может Загружаться Придется С мечом Я вообще могу Минус восемь Себе сделать Но меч Этот эффективнее Рубит Все Понятно Поблизости враги Есть Убили Ребята 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 Что-то надо делать А у меня Разорвали Одну тетку Вообще Разорвали С одного удара Представьте Не сохраниться Перед этим Блин Долбаным Боем Автосейв Ну нельзя было Его сделать Нет Ядрё Навож Мало того Мало того Что Враг Нереально Крутой С вот этими Железными Големами Которые Хрен Возьмёшь Так Вот это Еще Перед боем Диалог Пролистай А потом Своего персонажа Надень На него Все Все К чертовой бабушке Отсюда Согласен А мы с вами Уйдем сюда Ну тут удача Только нужна Видите что творится Вот пришли Увольни Все Вся 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 группа У меня Теперь Парализован Смотрите Они начинают Вырезать всех На свете Все Отлично Друг друга Теперь бьют Гномов Не трогайте Я вас прошу Есть Мы прорвались Гномов Не трогайте Все Кошмар Какой-то Мы сделали Это Подождите Мне надо Сохраниться Не трогайте 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 Там правда Нас тоже сделают Тупорылыми Но мы успеем Я думаю Давай Где эта тварь Привет Ну вот Ну вот и все Нет Не все Маловон Ах да Удачно Тебе удалось Уничтожить Моего двойника Я долго Создавал Долго Создавал Над ним Но мне Наказанным Ты мне Ответишь За все Это Прямо Сейчас Так Ребят Сюда Где он Обалдеть Одни лавушки Так Мне надо Как-то Невидимость Он здесь Что-то Надо Чтобы Выявить Невидимость Оказывается Или просто Фаербол Шибануть Но правда Здесь Тогда Гномы Пострадают Ну ладно Получу Акшины Должны Всех Кто Скрывается В тени А как же Оно Выглядит То Да Здесь Теперь Пошли Задачки Непростые Вот это Снять Нет Белое Надо Посмотреть А ну Подожди Вот это Белое Белое Должно Быть Обнаружить Зло Что Он дает Позволяет Видеть Эмоции Зла Отсходящих От Существ И Создание Области Действия Красной Какая разница Мне Узнать Характер И Обнаружить Ловушки Не то Развеять Магию Это не то Вот Снять Невидимость Есть Святая Кара Снять Паралищ Давай Вот Этого Берем Снять Невидимость Может Есть Помощнее Такое Белое Заклинание Нет Дальнее Видение Истинное Видение А ну У тебя Нет Снять Невидимость На Белое Надо Смотреть Устранить Магию Поле Телепортации Нет Такого Нет А у Тебя Ладно В любом случае Надо как-то Здесь поспать Кстати Я не могу Отсюда Выйти Вопрос У нас В ином Как Отсюда Выйти Дверь Закрыта Вообще Нахрен Ладно Тут Главное Наверное Не сохраняться Лишний раз Здесь нельзя спать Вы представляете Как сделали Круто Здесь нельзя Отдыхать Я ничего не выучу Нового Я в ловушке Я в ловушке Я в ловушке И мы уже все медленны Я не хочу Продолжение Но возможно Мы должны Редактор Я требую Редактор Сюда Дверь Измерения Размытие Под действием Щита Маловон Паутину Читает Это мы просто Его удачно Убили Выхода нет С этой локации Либо это Баг Либо я не знаю Я сейчас боюсь Сохраняться Просто у меня там Сколько Четыре Быстрых сейва Есть Вот мне интересно Когда закончится В ловушке Размытие Смертоносное Облако Ну пусть считает Нам он нужен Может мне сохраниться На отдельный слот А можно это сделать Что-то я не могу Не спать Не сохранять Игру Ничего Вообще Не могу Потому что он Читает Понятное Дело Поэтому Сохраняться Сейчас нельзя Ни в коем Случае Можно Запороть Все сейвы Какой-то Нашел Штуку Не опознал Понятно Посмотрим Класс защиты 5 Плюс 1 Мантия Злого Архимага Такая у нас была Мы ее Продавали Какой-то колечек Давайте его пока Обворуем Повышение Регенерации Здоровья Каждые 3 секунды Магии Минус 5% Спас Бросок Против Заклинаний Понятно Ладно Давайте Что-то делать Сохраняться На отдельный Слот И желательно Перед Перед Этим Перед Самым Диалогом Иначе Я не выйду С этой Комнаты Никогда В жизни Ну где Ты Тварь Это Я же Все Читал Это Я уже Все Читал Это Яйцо Было Брать О Сзади Что-то Невидимый Ловчий Девки Берем Руки Мечи Ждать Помощи Нет Кудова Так А тут У нас Есть Что Да Вот Этому Мочину Куда Пошли Пошли Вас тут Убивают Людей А вы Куда Пошли Но Но Может Я Слушаю Скажем Мне Я Слышу 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 А где у нас шестой? Я здесь. Я здесь. Ну, давай. Ну, нормально. Они сейчас сами себя и убьют там. Сзади. Ты готова для меня? Давайте танцем! Ты готова для меня? Господь мне силы. А ты готова для меня? Я не знаю, что делать. Успорение ж больше нет. Успорение ж больше нет. Правильно? Это жаль, что мы должны обратиться к вибрации Я слушаю, готов Это жаль, что мы должны обратиться к вибрации Я не знаю, сколько больше я могу лечиться Ну давай А не, ему нечем лечиться уже Всё, труп Никто не может его убить Никто не может с ним справиться, мать ваша Убили Нахрен Шесть тысяч Два трупа Жесть А, у меня ещё и оружие дебильное Я не то оружие взял Ладно Вопрос в следующем Я-то могу их воскресить, конечно Мне только найти надо сумочку Мне надо сумочку найти этого товарища Это, по-моему, не его сумочка Нет, не его сумочка Вот тут, здесь сумочка есть Заклинание, по идее, может прочитать кто угодно Или нет Вот, или здесь, или здесь воскрешение есть Так я, самое интересное Я не могу сохраниться Не могу загрузиться Не могу выйти с этой локации Это всё, что ли, да, получается? Кто может прочитать? Никто не... А, нет Она может прочитать Нет, она не может прочитать Никто не может прочитать Всё, провал Провал, друзья мои Это фиаско Давай своё ускорение Попробую ещё раз его найти Короче, умирает Если заклинатель Никто кроме него оживить больше не может Взаимный Гудо Понятно Понимаете, у меня И не здесь И не здесь Выйти не могу Но интересно, как я отсюда выходить буду Вы не можете Что-то надо делать Мы его взять не можем. Все. Очаровал. Ну все, он нас всех вырезал. Это непобедимый враг. Это непобедимый враг. Я не знаю, что делать. У меня пять трупов. Он тяжело ранен, но я ничего не могу сделать. Он просто их переводит на мою сторону, и он неуязвим для обычного оружия. Это, мать его, что-то с чем-то. Это опять мне надо, да? Сам он, видите, у него заклинаний уже нет. Он просто очаровал самого сильного игрока у меня в команде, который вырезал всех. Всех своих. Я ничего не могу с ним сделать. Он может быть, наверное, вечно здесь. Но самое страшное, не могу выйти с этого помещения. Долго мы будем смотреть на него. Жесть вообще. Что же делать-то там? У него же столько щитов, защиты. Сейчас он неуязвим, фактически. Надо, конечно, бросить было в него, чтобы он колдовать не мог. А кто это? Он мог бросить. Ну, это, я не знаю, сработает, не сработает. У него защита от магии стопроцентная. Я не понял, это вечное очарование, да? Сильное очарование. Да, это, походу, вечное очарование. Ну, ладно, поставим, посмотрим. Можно и 20 минут поставить, по идее, тогда. Мы что, никуда не спешим? Да. Это охерительное заклинание. Вот бы мне такое заклинание. Сильное очарование. Ну, оно, конечно, может, у меня где-то есть. Но здесь магия. Я до седьмого уровня, так понял, никогда в жизни не докачаюсь. Все, опять очарование. Смотрите, а как с ним можно драться? С малооном, если у него постоянное очарование. Я даже ударить не могу. Что не курили? Как-то создавали такого босса. Сильное очарование. Это что надо? Это мне подбирать надо отдельную группу заклинаний, переучивать. Но есть одна проблема. Я не могу спать здесь, я не переучиваю их жизни. И вторая проблема. Я не могу выйти с этого помещения. Вот это охерить. Охерище просто. Мне просто интересно, чем это закончится. Сколько у него очарований. Даже в любом случае он бы вырезал бы всех. Всегда вырезал бы. И он может это очарование использовать, 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 использовать. У меня даже мой целитель не смог дойти до уровня, чтобы воскрешать ведьму. Понимаете, на какой я стадии нахожусь. Хотя я бы вырезал всех фактически в игре. Ну кроме там некоторых мелочей осталось. Уровень я не прокачаю до седьмого. На седьмом уровне я помню там это воскрешение есть. Вот это заклинание мне нравится. Поставить можно игру и пойти выспаться. А потом вернуться. А почему? Ну у людей-то много было времени в 2000 году. Выспаться можно. Покушать. Детей вырастить. В школу отправить. Мать ваша. Зачем на 20 минут делать очарование? Каким образом вы предполагаете, я... Я его убил. 50 тысяч опыта, друзья мои. 50 тысяч опыта. И он колдовал снова очарование. Я могу выйти, кстати. Я не мог выйти, пока Малавон здесь. Люди добрые, а что ж мне делать-то с пятью трупами на борту? Давайте отдельный сейв сделаю. Я не буду переигрывать это. Давайте сделаю отдельный сейв. Малавон, назову его большими буквами. Малавон. Сука. Вот так вот тут. Вот такой будет у меня сейв. Так, теперь главное поступить по-умному. Во-первых, посмотрим, что у этого выпало. У этого выпал значок. Малавона. Ну такие у меня значки есть. За каждый значок мне давали дохрена опыт. А если я сейчас возьму опыт, то этим ребятам пятерым не достанется. Прокачаюсь только я. А у меня смысл, меня качать нет. Мне важнее, чтобы маги прокачались. Поэтому я заберу его броню. Значок, я надеюсь, будет лежать здесь вечно, потому что это квестовый предмет. Он исчезнуть не должен. Ни при каких обстоятельствах он исчезнуть не должен. Я выложу его... Эта вещь сюда, наверное, да? Нет, здесь я сложу вещи моих друзей. Подождите, давайте вот это вот. Подождите, сумка моя бездонная где? У этого парня должна была быть моя сумка бездонная. Есть, вот она. А это что, сумка с драгоценностями? А, и значки вот эти лучше взять. Мало ли. Тут-то, по идее, не должен пропасть. Он квестовый. Так, вот это я заберу. Сумку давай сюда. Так, это можно в бездонную положить. Раз, два, три, четыре. Упс, не то. Есть. В эту сумку также можно положить неопознанную. Потом осмотрим его, чтобы не пропало. Ну и заклинание, корень. Есть. Теперь берем все остальное. Аккуратненько его забираем. Это тонкая ювелирная работа. Чтобы не перепутать предметы. Стрелы, не знаю, нахрен тебе нужны. Стрелы там купишь. Вот уже не улазит. Стрелы оставь на месте. Пусть лежат. Стрелы мы докупим. Здесь будет в этом троне лежать первый чувак. Так и запиш. Хотя лучше, наверное, взять вещи с собой. Мне же прорываться надо будет через бешеного лича. Ладно, давай одного сложим в сумку. Бездонную. Одного возьмут с собой, чтобы там сразу после воскрешения... ...и одеть его. Плюс, что мне нужно еще? Воскрешение. Там воскрешение стоит очень дорого. Когда я воскрешу вот этого чувака... ...сейчас я все вещи перенесу. Вот еще кое-что осталось. Да, вот этот. Стрелы оставлю. Они нужны. Так, есть. После воскрешения чувака... ...мне нужно будет заклинание. Где они здесь у нас? Какой-то тетки были погибшие. Здесь два трупа, я так вижу, да, лежит. У тебя были они? Нет. У тебя были они? Да. Вот эти вот. И тут еще было четыре. Есть. Так, это все не трогаем. Тут у нас что лежит? Квест твой предмет. Я его брать не буду, за него дают опыт. А это у меня надо перенести. Короче, три трупа надо перенести. Это я все сложу в сумку, чтобы не перепутать. Мешочек для драгоценностей не влезет. Давай вот это сюда. Да и это сюда. Вот эти тоже не влезут. Все. Одного я к адреле вложил в сумку. По идее, можно вложить и вторую. Ничего страшного не будет. Давай я тебе вторую унесем. С этим можно броню перепутать. Вот этот лежащий. С этим можно, да. А с этой я не перепутаю броню, например, да? Кто это, например? Некроманты, по-моему, последняя. Да, это дротики, которые бросал. Давай. Еще одну засунем. Они у меня даже дротики еще и остались. Кстати, дротики можно оставить. Я их докуплю потом. Так, бутылки я заберу. Они тебе не нужны. А вот это все в сумку. Там сразу ее... ...и оденем. Есть. Ювелирная работа. Нереально сложный босс. И вот приходится вот этим мудохаться. Видишь? Так бы я, конечно... Если бы не погиб этот, сейчас бы воскресил шестерых. Ну, кроме ведьмы. Ведьму пришлось бы тащить. А так не могу. Все. Здесь у нас все. Здесь вот этот квестовый. Я сохранюсь перед выходом, понятное дело. Что я взял? Это кто у нас? Это у нас в доспехах. А в доспехах у нас Бард. Нет, Барда не буду трогать. Вот это возьму. Кольцо теней у него... Это... Она, вор. Или не буду? Не знаю. Я думаю. Нет, давайте их дальше сложим. По отдельности. Сейчас я сложу вот это вещи. Все, конечно, не перенесу. Иначе мы потом все забудем. Я слушаю. В согласии. Здесь я буду хранить тебя. Можно, конечно, все взять с собой, но я там больше мудохаться буду, чем здесь. По идее, они исчезать не должны, когда вложены в какой-то этот... В кресло или в ящик какой-то. По идее, не должны. Там не знаю. Проверим. Проверим. Все, здесь все забрали. Это место будет нашего Байерна. Почетное кресло. Так, что еще здесь есть? Тут, по-моему, ловушка была. Ого. Заклинаний. Так, сюда мы можем в эти заклинания вложить ведьму. Все, отлично. Здесь окей. Остался вор. Вора тоже надо спасать. Но ворам, не знаю, я, наверное, тоже везу на сумку заброшу. И пусть будет. Вора я тоже отличу, я думаю. Это хрень. Ладно, пусть будет, будем, будем знать, что это вор был. Я закончил. И последняя штуковина. Вот это сюда. Сумку эту не положу. И мешочек тоже сюда не влезет, да. Это придется нести с собой. Ну, а так все. Осталось только бонусная, я надеюсь, она останется. Все остальное, все остальное. Много гномов погибло, кстати. Вот эти стрелы тоже можно забрать. Раз мы идем туда. А так, по идее, все. Вот это я бы ищу попозже. Когда приду, это осталось на месте. И можем отправляться с вами. Можем отправляться с вами в Кулдахар воскрешать народ. Удачи нам. Надеюсь, получится, потому что маловона я убивать больше не буду. Я единственный выживший. Помогите мне кто-нибудь в храм, быстрее. Так, этого воскрешаем за деньги. Остальных воскрешает он, кроме вот этой. Люди, спасите. Нас там разбил маловон какой-то. Ну, судя по тому, что выпадает с него значок, значит, его в любом случае пришлось бы убивать. Нельзя было пройти мимо. Ладно, сестра. Что-то мне может помочь. Мне надо воскресить вот этого. По какой цене? 3 700. Неплохо. А эту? 8 400. Ну, и оживить нельзя, только воскресить. Вот почему он не может ее поднять. Ну, 3 700, давай. Деньги есть еще. Ну, все. У нас теперь двое. Что снилось? Так, давай вот это, вот это, это его. Доставай, это не этот. Вот здесь. Доставай воскрешение. Сколько нам надо? 3 штуки. И занимайся. А эту придется за деньги оживлять. Надеюсь, этих ты поднимешь сам. Да, это был ответственный момент. Но он вернулся. Этих вообще я всех вырезал. Троих. Когда меня очаровали. Ну, я их погубил, я их вернул в жизни. Не всех, правда. Тут еще и деньги нужны будут. Так, вот так. Ну, давай. За 5 700. 8 400 вернее. Нифига себе. Все деньги ушли. А я тут потратил деньги на меч какой-то. Все, банда в сборе. Банда в сборе, матер. Все окровавленные, но с того света вернулись. Так, а теперь начинается самое интересное. Эту сумочку даем тебе. Нет, с вора начнем. С последнего вора. Там предметы, по-моему, сортируются. Как они сортируются? Да, вот так и сортируются. Так, а тут что? Вот это, по-моему. Лучше вот это. А 3 предмета так держишь. На случай, если. Так, и эту сумку отдай вот сюда. Пусть она тоже что-то посмотрит. Тут выпало вот это. И вот это. А это все надо продать. На это я займусь потом. Когда я вернусь обратно уже со всеми одетыми. Если они все будут одетыми. Так, мантия наблюдателя. Мантия наблюдателя изготовили для одного волшебника. Дройзер Лувена у темных эльфов. Она считается знаком огромной силы и власти. Обычно ее получает самый талантливый прорицатель в Релувенской Академии Волшебства. Эта мантия доставалась малого, но когда он был еще в хорошем отношении с осадным городом. Класс защиты 3, спас бросок 2, сопротивление на магии 10%. Владенца невозможно обнаружить магическими методами. А я хотел. Хрен там. Например, заклинанием обнаружить невидимость или с помощью волшебного кристалла. Иммунитет ко взгляду Бурого Увольня. Ух, классный взгляд Бурого Увольня. Не страшен. А ты можешь ее надеть. А нужна она тебе? У тебя некромант, класс защиты 6. Конечно нужен. Надевай. Тертья Уволь. Минус 3 защита. Да неплохо, да? Почти как у всех остальных. Тертья тебя вообще никто не заденет. А это можно продавать. Давайте я ее сдам. Отличная вещь. Это что? Огненный поцелуй плюс 3. Этот клинок создали дорог глубоко под поверхностью Файруна. Его владелец Савант Дабайт не часто пользовался огненными поцелуями. Его гораздо больше привлекали волшебные ловушки и пытки. В конце концов Дабанта убила банда Крючковатых и Кинжал долгое время валялся в кучу с другими награбленными. Через 30 лет пожиратели разом разгромили Крючковатых и забрали Кинжал себе, а впоследствии отдали его торговцу Ниму в обмен на рабов глубинных дворфов. Тот затем продал Кинжал Малавону. Вероятность 5% поразить цель заклинанием Савант Пламени. Классная вещь. Тут у нас есть огненный кинжал, его можно смело заменить теперь. Вот, огненный кинжал я продам. Просто держу огненное оружие при себе, мало ли, куда мир-то катится. Это что? Малавон. Это заклинание разработал Макдроу Малавон. Из тела заклинателя во всех направлениях вылетают стрелы из чистой энергии, поражающие их друзей и врагов. Да, хорошее заклинание, особенно для друзей. Ну, читать будет она, потому что она седьмого уровня. Заклинание седьмого уровня. Так, готово. Готово, готово, готово. Побежали отсюда. В кузницу. Надо купить стрел. Выспимся уже в конце. Здесь же безопасно у нас. Ну что, я теперь буду надеяться, что остались предметы в кресле. И в ящике, вернее, в книжной полке. И предмет магический на земле остался. Он, по идее, должен остаться. Это квестовый. Я уже в игре видел, что квестовые предметы не исчезают вообще. Исчезают только те, которые не нужны в игре. Так, есть. Но мантию она оторвала очень крутую. Так, продать. Микроманта забирай и кинжал забирай. Шесть триста. Отбили только что воскрешение твое. Сама же и отбила. Своей же мантии. Отлично. Продай нам дротиков. Ну, стрел тоже продай. Сколько? 80? 160? Да, хватит, я думаю. И дротики выше, по-моему, были. Да. А дротиков побольше надо. Это 40. Это 80. Это 160. Еще давай 8. Еще 8. 30 серебра, все. Так, это тебе. А это тебе. Ты их как-то быстро расходуешь. Поэтому пользуйся на здоровье. Вот так вот. Годится. А ты стрелы запихай, куда надо. Все, остались голыми. У меня только вот эта парочка. Вот эта голая и эта голая. Два экзегибициониста. В моей партии. Остальные все уже готовы к чему-то. Тут что-то у меня лежало. Ладно. Правда, вор у меня без кольца остался. Я не помню. Куда делай с кольцом? Ну, тут уже ничего нет у меня, да? А, это не то. У кого сумка? Сумка у кого? Алло. Подожди. Бездонная сумка у тебя же. Ты можешь это взять себе. Бездонную сумку отдай мне. Там кое-что надо продать лишнее. Во-первых, панцирь. Сейчас посмотрим. Двуручный топор. Четыре штуки. Сразу сдать. Топор джорела пусть будет. Огненный цепь. Пусть будет шкура волка. И это в рюкзак. Кольчуга плюс два в рюкзак. Вот это я сейчас попробую. Попробую с него что-то сделать. Доспех какой-то. А это пусть лежит. Джорел там. Не джорел. Да. А это продать. Четыре шесть. Все сдать. Давай. Так, годится. Не надо выспаться. Это у нас тут совсем критическая ситуация. Один день проспали. Так, и все давайте дуйте сюда. К выходу. А у меня еще дело есть. Еще три в рюкзак. Они отдельное место занимают. А с этого можно что-то сделать? Ни хрена. Обидно. Обидно. Ну ладно. Я думал ты мне поможешь доспех из них сделать. Но может кто-то другой. Побежали за нашими предметами. И мне еще еду надо было найти какую-то. Кстати, для этих гномов, которые там внизу валяются. Это отдельная история. Ну, мы зайдем сегодня, нет? Отлично. Зуб змея. Четыре часа. Четыре дня вернее. И сюда. Но здесь на нас сейчас нападет. Напомню, двое у меня не вооружены. Поэтому я предлагаю... Пока у меня двое не вооружены. Взять, наверное, ускорение. Попробовать просто пробежать. Мне надоело его убивать уже. Так, он уже нас ждет. Поэтому мы сразу же... Вот сюда. Он офигел. Только что трупов выносил пять штук. А теперь все очень быстренько залетают... В это место. Есть. И он снова здесь же. И здесь же сюда нам надо как-то проникнуть. Ребята, обходим, 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 обходим. Он не очень умный. Местный бомж. Не обращайте на него внимания. Но меня он порезал. Ударил все-таки. Полоснул. Так. Есть пред... Да, предмет остался. Все остальное исчезло. Давайте я заберу этот предмет. Нет, все вместе давайте подойдем. А то, может, вам... Вас все еще считают мертвыми. Мне надо... Опыт получить на всех. А опыта там дают. Ого-го. Да. Сколько опыта дали? 337 тысяч на всех. Неплохо. И ведьма получила. Барт, вернее, получила. Это хорошо, что она получила. Потому что без нее... Тяжка нам будет. Пятого уровня первую получила. Понятно? А так бы получил только я. Малое обращение заклинаний. Подчинение. Пробудить нежить. Хаос. Давайте хаос. А теперь самое интересное. А теперь самое интересное у нас здесь будет. Это предметы. Иди забирай свои, если они здесь. Да, они здесь. Тут все четко. Никто нас не обманул. Так, тут надо теперь засейвиться. Ну что, мы все взяли. Несмотря на сложность... И убийство пятерых наших членов команды, мы все-таки исправили ситуацию. Можно сохраниться, сделать сейв. Взял же я третью эту? Да, вот третья она есть. Да, ты ее в сумку засунул. Молодец. В сумку не клади ничего. Мало ли что. Три у нас есть. Сохраняемся. А теперь пошли разгребать все остальные сокровища. Тут должна быть где-то еда. Да подойдите все ближе сюда. Чего вы боитесь? Как раз, может, и ловушки найдем. Так, пять штук. Это мы забираем. Это что? Тоже такое же. Это не берется. Так, заклинания новые. Бутылочки, во-первых. Разгребаем здесь. Эффект рассеивания. Все магические эффекты выпившего. Так, ты этой бутылки отсюда. Качество тебе-то надо, нет? Ведь я модное. Телосложение минус один. Интеллект плюс один. Удвает количество заклинан. Это хорошее. А тут что? Каждые три секунды здоровье восстанавливается. Сопротивление падает. Спас бросок. Не надо пока. Ну пусть у тебя лежит. Так, эти бутылки сюда. Дальше собирай. Там еще какие-то бутылки. Это что такое? Семена. Ух ты, семена какие-то. А, я знаю, куда эти семена надо отнести. Ммм, я помню. Там, где мы воду сдавали в прошлой серии. Зелень уязвимости. Неплохая вещь. Зелень уязвимости тоже неплохая вещь. Так, это что? Абсолютный иммунитет. Заклинание девятого уровня. Как вы думаете, кто у нас девятого уровня достигнет? Четвертого уровня. Надежда. Заклинание седьмого уровня. Сорок пять призов демона. Заклинание девятого уровня. Ё-моё. Заклинание шестого. Можно сюда попробовать отдать. Шестой уровень. Что это такое? Расцепление. Цельная заклинание исчезает. Давай сюда. Здесь больше шансов. Иллюзия. Восьмой уровень. Смертельный туман. Создает клубящийся туман. Шестой уровень. Давай сюда. И здесь у нас что? Смертельное заклятие. Некромантия. Шестой уровень. Давай сюда. Так, это сейчас я буду учить. Ибо места нет. Тут еще два, правда, есть. И семена теперь есть. Круто. Так, это что? Плоть в камень. Ох, крутая вещь. Какое уроне шестого? Это сюда. Рюкзак переполни. Ладно, давайте учить. Вообще, давай посмотрим, что в остальном. Ё-моё, сколько ж тут бутылок-то всяких. Амулет. А чё-то еды здесь не нашёл. Которую меня просили. Ну ладно. Так, бутылку сюда. Бутылку сюда. Бутылки мы с вами расфасуем. Много добра. Вот это интересно. Амулет тёмной плоти. Этот жуткий проклятый предмет, сделанный калимшанским некромантом Нири Эдином, несёт болезнь и медленную смерть. Паралич, болезнь. Охренеть, ещё один проклятый предмет. Чё-то на какое-то издевательство. У меня столько уже этих предметов за игру собралось. Ладно. Учи, давай вот эти заклинания там посмотрим. Я не нашёл еды. Хотя, по идее, Эдин, должна быть здесь-то еда. Ладно, неважно. Сохраняемся. Мы здесь, наверное, с вами останемся. Давай, учись заклинания. Ты, думаю, все выучишь. У тебя мозги хорошо работают, поэтому ты все выучил. Хотя это может ошибиться. А ты нормально себя чувствуешь. Так, ну и эти заклинания при признании Тенсора. Маг не обязанности доставаться магом. При признании Тенсора прощает заклинателю могучего воина. Ну, кто воином у нас будет? Она, конечно же. Это у нас плоть в камень. Хорошая вещь сюда. Это у нас массовая невидимость. Отличная вещь. Какого уровня? Седьмого. Я не знаю. Она только что пятого получила первую. Надо всё ей давать. Это что? Перст смерти. Заклинатель направляет свой указательный палец седьмого уровня и уничтожает. Тоже классная вещь. А это что? Жгучее облако восьмого уровня. Создает куда-то все облако-ревучее плавение. Ну, это тоже сюда. Всё ей, короче. И цепная сопряженность. На обхапливании магическую энергию лучше только при определенных обстоятельствах. Заклинатель выбирает три заклинания, которые сопряжают одновременно при... Классная вещь. Всё, да. Но это я не использую, потому что у нас слишком мало этих ячеек. Слово силы умри. И вероятность, самая страшная заклинания этого вида, девятый уровень, это убить с одного раза, с одной попытки. Ну, всё, друзья. На этом закончим здесь же. Дальше будем пробиваться с вами в соседние локации. Искать еду и спасать народ. А эти заклинания я сейчас выучу. И будем идти вперёд. Будем идти вперёд. Малавон мёртв. И это, конечно, большой праздник. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедрилл Плей. До новых серий в Свиндейле. Пока.